В эти минуты идет бой за пункт пропуска Мариновка в Донецкой области. Украинские военные вновь применили авиацию. Как сообщается, есть потери с обеих сторон. За ситуацией на месте следит наш корреспондент Артем Колун. Сейчас на прямой связи со студией по телефону. Артем, здравствуйте. Как долго уже длится бой? Расскажите, что известно о погибших и пострадавших. Здравствуйте, Марата. Нужно сказать, что мы, конечно, находимся на неком удалении от того места, где на самом деле сейчас идут бои. И туда практически невозможно проехать. Как журналистам даже туда невозможно проехать простым мирным гражданам, которые проживают в тех районах. Но бой идет на самой границе с Ростовской областью. Действительно, как сейчас сообщают украинские власти, украинские пограничники сообщают о том, что бой начался буквально несколько минут, а может быть даже час назад. ...точные данные сейчас сложно получить. Впрочем, как и сложно получать точные данные о потерях, которые несут как пограничники, так и ополченцы. Дело в том, что сейчас связи даже у руководителей Донецкой Народной Республики, у руководителей ополчения нет связи с теми, кто сейчас ведет бой на этой погранзаставе. Но вот известно от представителей украинских властей о том, что с двух сторон начался бой, украинские пограничники сообщают, якобы одни ополченцы начали атаковать со стороны границы, российской границы, а другие все-таки подошли со стороны Донецка, начали бой с трассы. Вот так сейчас сообщалось, что подобные нападения на этот пограничный пункт случались и этой ночью, минувшую ночь, первый бой был зафиксирован в 2 часа 30 минут по местному времени. Но тогда он был довольно-таки непродолжительным, а сейчас, конечно, идут ожесточенные бои, и сложно сказать, когда закончится, и все, и кто же все-таки в этом бою окажется победителем. Но все-таки, как сообщают украинские власти, все пограничники держатся, и к ним вроде как идут даже подкрепления. Но пока это, опять-таки, повторюсь, информация не точная, потому что сейчас точные данные никто не может отлучить и никто не может получить. Марат. Да, Артем, ясно, спасибо. С последней информацией из Донецкой области, где идет бой, в районе КПП Мариновка, был наш корреспондент.